Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Ветхий завет. Левит 19.34 Почти каждое утро ты просыпаешься и идешь на работу. По чистым улицам садишься в чистый автобус, едешь в чистом вагоне метро. Ты приходишь в свой чистый офис и начинаешь заниматься любимым делом. Ты не думаешь о тех, кто приводит в порядок город, пока ты спишь. Да тебе и неинтересно думать о них. Но иногда, слушая политиканские высказывания больших людей, ты почему-то хочешь с ними согласиться. Выгнать мигранта. Эта фраза очень часто ласкает твой слух. За 2016 год в Россию въехало более 15 миллионов иностранных граждан. Ты думаешь, они приехали за хорошей жизнью? Мигрантам доверяют в основном тяжелую, грязную, неквалифицированную работу. С низкой зарплатой. Ты считаешь, что мигранты заняли твое рабочее место? Работодатели используют мигрантов, чтобы закрыть вакансии, на которые не идут россияне. Трудовые мигранты в России работают во многих сферах. А ты знаешь, что произойдет, если Россия откажет от мигрантов? По оценкам высшей школы экономики, это будет катастрофа. Бедность. Вот что грозит стране. Многие сектора экономики оголятся. Случится падение ВВП и доходов населения. Ты знаешь, к чему это приведет? Придется приглашать россиян и предлагать им высокую зарплату. А ты пойдешь на такую работу? Ты подумал о последствиях. Повышение стоимости товаров. Падение покупательской способности. Падение прибыли. Задержки и невыплаты зарплат. Сокращение штатов. Банкротство. Ты хорошо подумал, желая выгнать их из страны. Эксперты утверждают, сейчас отказываться от труда мигрантов нельзя. А главное, благодаря мигрантам ты можешь заниматься своим любимым делом, пока они делают всю грязную работу.